На памятнике надпись «Светлейшему князю Михаилу Семеновичу Воронцову благодарные соотечественники. 1863 год». Это дом Руссова. Был построен в качестве доходного дома в 1897 году. То есть это многоквартирный жилой дом, построенный для сдачи квартир в аренду. Фасад обновили в 2019 году. Фассаж уже больше века является одним из символов Одессы. Это шикарное здание украшает центральную часть города с 1899 года. Возвели торговый комплекс «Пассаж» по заказу солидного одесского купца и предпринимателя Моисея Яковлевича Менделевича. Над «Пассажем» работал архитектор Лев Ладеку и его помощники Фишель и Мильман. Изначально они выдерживали стиль барокко и придерживались концепции. Украшений много не бывает. Дом щедро декорировался скульптурами, лепниной, балюстрадами, балкончиками и барельефами. Не менее интересно было и техническое оснащение «Пассажа». В начале 19 века лифт, отопление, электрическое освещение и стеклянная крыша в «Пассаж» привлекали столько же зрителей и зевак, сколько и магазины с рестораном. Здание обошлось в 1 миллион 300 тысяч рублей. Дерибасовская улица – одна из главных достопримечательностей города Одессы. С конца 20 века большая часть Дерибасовской закрыта для движения транспорта и является пешеходной зоной. На Дерибасовской находятся многочисленные кафе и магазины. Популярен также и примыкающий к улице городской сад, первый в Одессе. Парк был заложен в 1803 году, почти сразу после основания города, братьями Хосе и Феликсом Дорибас. После реставрации 2007 года в городском саду появился поющий фонтан. Была отреставрирована круглая крытая сцена, где проходят выступления симфонических оркестров. Также горсат известен своими памятниками, некоторые из них стали символами Одессы. Это памятники льву и львице с ольвятами, монумент 12-й стул, установленный в честь книги Ильфа и Петрова «12 стульев», памятник Леониду Утесову и памятник пилоту и спортсмену начала 20 века Сергею Уточкину. Можно этому дядьке нос потереть, ну типа желание загадать какое-то. Видишь, нос у него блестит. Блестит. Красиво? Да. Тут панканчик какой-то, не знаю. Это дерево любви. Бронзовая скульптура, символизирующая вечность или День Святого Валентина. Редактор субтитров А.Семкин. дом на улице гоголя номер 7 называется дом фальцфейна или дом с атлантами во время великой отечественные войны на небесной сфере поддерживаемый атлантами была изображена свастика дальше на улице гоголя находится шахский дворец который построен в 1852 году не о готическом стиле с 1910 по 1920 год дворец арендовал шах мухаммед али шахин шах персии благодаря которому дворец получил свое неофициальное название многие здания еще ждут реставрации а вот и чещен мост пешеходный мост который проходит над военным спуском и соединяет бульвар жванецкого с приморским бульваром построен в 1968 году мост представляет собой уменьшенную копию моста герцогини шарлотты который был построен 1965 году в люксембурге изначально тещен мост хотели назвать комсомольским но со временем начал именоваться капитанским эти два названия практически нигде не встречаются и мало кому известны существуют различные легенды по поводу нынешнего названия моста поговаривают что первый секретарь обкома партии синица очень любил блины приготовленные его тещей они с зятем жили на разных бульварах и поэтому у него возникла идея соединить их мостом вторая легенда гласит что мужчины которых замучили тещи бросались данного моста причем такие случаи в 20 веке наблюдались после чего на мосту появилась высокая ограда колоннада воронцовского дворца стоит на самом обрыве холма она считается лучшей обзорной точкой в городе одессе сам генерал губернатор города воронцов часто любовался красотой моря а прекрасный вид на порт позволял ему быть в курсе всех новых кораблей приходящих в город дворец воронцово построен в 1826 году на месте где когда-то была расположена турецкая крепость хаджи бей а тут видна еще одна достопримечательность одессы у этого дома множество названий дом стена ведьмин дом карточный дом плоский дом дом теней самый обычный с первого взгляда дом расположенный недалеко от воронцовского дворца предстает перед глазами в совсем ином обличии если взглянуть на него под определенным углом именно поэтому он и получил столько странных прозвищ ведь он кажется совсем плоским планировался снос дома но одесские активисты защищают это трехэтажное строение вот вот это вот смотри иди сюда с другого ракурса туда и тебе покажу внутри плоский дом представляет собой настоящее сокровище здесь усилиями жильцов были сохранены старинные интерьеры мраморные лестницы изящная лепнина на потолках кованые перила перед потемкинской лестницей стоит памятник дюку даришелье это бронзовый монумент полный рост посвященный арману эмануэлю дюклеси герцогу даришелье открыт в 1828 году даришелье участвовал в штурме измаила а спустя пять лет надолго обосновался в россии в 1803 году ришелье стал городоначальником а с 1805 по 1814 год генерал губернатором одессы одесситы называли его наш дюк и считали основателем города хотя к тому времени одессе было уже восемь лет стараниями нового градоначальника город превратился в крупный торговый порт потемкинская лестница в стиле класситизма является памятником архитектуры первой половины 19 века ее считают одной из самых знаменитых лестниц мира всемирную известность лестница получила после выхода на экраны фильма броненосец потемкин лестница состоит из 192 ступеней и соединяет морской вокзал и парадный вход в город на приморском бульваре находится музей восковых фигур на приморском бульваре находится музей восковых фигур 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok